здравствуйте дорогие товарищи что мы сегодня с вами можем сделать заявлено как когда поставить цели с помощью нейроинвестического программирования чтобы все получилось значит теперь собственно причем здесь исполнение желаний и причем здесь вообще и но и что вообще это такое исполнение желания это традиционный такой способ да когда у нас вот новый год или когда день рождения и мы позволяем себе подумать о том чего же мы действительно хотим и обязательно по этому поводу искать волшебный ритуал ну например надо там написать на бумажке бумажку сжечь бросить бокалы выпить или например нужно привязать к шарику отпустить шарик в небо и это все прекрасно потому что я вам могу объяснить с точки зрения мозга потому что такое не рингвистическое программирование это способ это психологическая такая в общем часть наука практика и модель это психология которая отвечает на вопрос как работает наш с вами мозг и как он позволяет обрабатывать информацию и делать это эффективно и соответственно как он позволяет нам с вами контактирует и если мы посмотрим на эту ситуацию что такое загадывание желаний давайте я сразу отвечу вам почему это не магия почему наши вообще с вами желания сбываются сбываются они с вами потому наше желание что мозгу абсолютно все равно о чем вы думаете чего вы такого желаете мозг мысли так если человек долго о чем-то думает или интенсивно вызывает интенсивные какие-то эмоции значит возможно это действительно то что важно для человека потому что основная задача сознания отделять важное от неважного поэтому думал мозг вот как в анекдоте очень хорошо это показано когда стоит человек в метро держится за поручень такой грустный уставший и думает вот же жизнь начальник сволочь жена дура дети ленивые идиоты теща вообще даже лучше не произносить это слово вслух зарплата нищенская погода мерзкая а сзади стоит аудиохранитель записывает вот это все и говорит надо же какие странные желания одни и те же но приходится исполнять что делать то есть мозг наш с вами думает так если вот есть поскольку главный редактор меня сюда запустил да есть такое понятие контент анализ текста если мы возьмем допустим текст напечатанный в газете правда и текст напечатанный в каком-то другом издании то по количеству упоминаний тех или иных слов мы довольно легко можем отличить одно издание от другого вот так и мозг он смотрит если наиболее часто упоминаемое слово счастье оба понимать что это важный какой-то термин и будет искать все под это слово тебе все под сло Musik под словом счастье что послать часть у нас подходит что как��은 diagrams прекрасно что вечер с любимым мужчины замечательно что у вас еще послом части морепальма апельсина прекрасно что еще хороший фильм прекрасно если вдруг место слова счастье он чаще всего слышит что что вы упоминаете какое-нибудь слово, например, «проблема», он начинает подбирать всё под это слово. Ну, я не буду это сейчас за вас делать, я думаю, что люди обычно и так это делают довольно часто. Поэтому первый момент, чтобы загадать желание правильно, нужно действительно позволить себе помечтать, помечтать качественно, помечтать интенсивно, радостно, чтобы были какие-то эмоции. Если вы загадываете какие-то желания на Новый год, а вы наверняка будете это делать, подготовьтесь к этому заранее. Подумайте о том, что вы действительно хотите, дайте мозгу возможность действительно понять, что это важная для вас штука. Может быть, до Нового года, вот осталось две недели, попробуйте эти две недели погонять вот эту картинку идеального будущего, как вы хотите. Например, если вы хотите дом, или если вы хотите машину, или если вы хотите встретить свою любовь, мозг не понимает, что такое отдельно от вас дом. Он понимает, что если вы купите дом, с вами что-то случится, и будет вас вести к этому прекрасному будущему. Вот, собственно, об этом и стоит мечтать. Как вы в этом доме будете жить? То же самое с любовью. То есть не просто там встретить мужчину. Это очень частая, кстати, такая штука, когда смеемся, что небесная канцелярия шутит. И получается, что там встретить мужчину, ну да, вот вы с ним встретились, допустим, в аэропорту, даже посидели рядом и расстались. Вы увидели, что действительно два часа вылетели рядом с мужчиной, который мог бы быть мужчиной вашей мечты. Но вы же не загадывали познакомиться с ним, вступить с ним в какие-то отношения. Нет, ведь не было такого. Поэтому очень смешно получается иногда, что всё зависит от формулировки. Если мы возьмём методы НОПИ, то, собственно, первое, что надо, это чтобы ваш собственный мозг понял, что это важно. То есть это должно быть или часто упоминаемая штука в вашей жизни, или очень интенсивная. То есть почему, например, работают всякие шаманские ритуалы, тренинги исполнения желаний, фильм «Секрет»? Потому что в этот момент вы очень эмоционально действительно чего-то хотели. Правда, очень эмоционально это делали. Если, например, в какой-то момент получается, что вы просто написали «Хочу повышение зарплаты», и эмоций под этим никакой, то эта информация потонула в тонне ваших возмущений на тему того, как она могла так одеться, например, по поводу какой-нибудь звезды или что-то ещё. Поэтому всё, что можно сделать здесь, здесь это для себя прямо эмоционально очень мечтать. Второй момент очень важный, что желание должно быть сформулировано очень конкретно. И оно должно быть сформулировано не тем, чего вы не хотите, а тем, что вы хотите. На самом деле здесь вот в чём дело. Если желание сформулировано непозитивно, то мозг опять же не понимает, что надо делать. Вот смотрите. Система дорожных знаков тому доказательство. Если вы едете, допустим, из Москвы, допустим, в Санкт-Петербург, у вас попадаются дорожные знаки, которые показывают вам, сколько вам осталось до Петербурга. Например, до Петербурга 500 километров, до Петербурга 300 километров, до Петербурга 100 километров, 30 километров. Правильно? Вам же не говорят, вы уже уехали из Москвы на 300 километров. Это же странно, да? Получается, надо взять, пересчитать. Если я из Москвы уехал на 300, до Петербурга мне сколько. Это очень сложно. Поэтому мозг, опять же, он очень просто устроен с точки зрения того, как он обрабатывает информацию. И вы наверняка замечали, что какие-нибудь очень простые желания у вас легко сбываются. Ну, например, если вы идёте за покупками и хотите какой-нибудь конкретный вид конфет купить или какую-нибудь сумочку, то, в принципе, если вы хорошо её себе представляете, то она может совершенно неожиданно на вас, что называется, там вообще из неизвестного магазина вдруг упасть, что называется, вам в руки. Поэтому очень важно, например, прям точно понимать, мне просто пример реально работающей формировки, обязательно я это сделаю. и сделаю я, собственно, это вот каким образом. Если вы загадываете желание, что я хочу похудеть, вместо этого, что вы хотите на самом деле? То есть вы хотите похудеть, чтобы что? И вот тут начинается очень интересный момент. Чтобы носить красивое платье, чтобы танцевать с танго, чтобы заниматься спортом, чтобы что? То есть, и вот именно это и надо загадывать. То есть, я хочу быть лёгкой, гибкой и много танцевать. Или я хочу быть красивой, нравиться себе в зеркале. Или я хочу, вот есть такая ещё история, хочу весить сколько-то там килограмм. Она хорошая, если она эмоционально заряжена. Если эмоционально она не заряжена, то ничего хорошего из этого, опять же, не получится, потому что эта информация потонет внутри огромного количества эмоционально заряженного всего. Вот. Поэтому это очень важно. То же самое. Бросить курить – это плохая формулировка, организм не понимает, с чем сравнивать. Важно, например, я хочу вести здоровый образ жизни, я хочу пробежать аэронмен, как один мужчина недавно мне сказал. Или я хочу, чтобы от меня хорошо пахло. И тогда это решается совершенно иначе. Вот. Это вот такой момент очень важный для формулировки желания. Итак, первое, оно должно быть эмоционально заряжено. Второе, оно должно быть сформулировано позитивно. То есть, я не хочу работать на этой работе, я хочу работать на такой работе, где и дальше вы должны перечислить критерии, какая работа для вас будет хорошая. Я не хочу больше зависеть от родителей. Значит, перечислите, пожалуйста, соответственно, что же вы хотите, как вы поймёте, что вы от них не зависите. Я не хочу больше ссориться со своей дочерью. Как вы хотите строить отношения с дочерью? Вы хотите, чтобы они были у вас какими? И вот об этом и стоит мечтать. Следующий момент – это третий пункт. Здесь будет то, что желание должно быть сформулировано очень конкретно. Что вы будете буквально видеть, слышать и чувствовать, когда вы поймёте, что ваше желание сбылось. Особенно это касается таких желаний, которые, например, очень общими словами. Например, если вы говорите про счастье, успех, профессионализм, то есть что-то такое, что нельзя потрогать. Поэтому здесь прямо очень точно надо понять, как вы поймёте, что это успех. И здесь вот желательно прямо есть такой очень простой пример, когда вы снимаете про себя кино. Представляете себе, что прямо вот кино показывает вам хронику вашего будущего. И вот она и называется «Ваш успех». Вот если вы хотите добиться успеха на работе, то, соответственно, что же будет в этом фильме? Возможно, вы заходите в красивый ваш офис, садитесь, у вас написано на двери, генеральный директор, это вы, допустим. Или что? Или вы на выставке представляете свою компанию и гордитесь своим продуктом. Или вы первое место заняли и получаете на конкурсе за свой фильм или за что-то ещё. Понимаете? То есть это нужно очень конкретно, это понятие расшифровать. В первую очередь для своего мозга, конечно же. Третья вещь. Очень важно добавить, где, когда и с кем вы этого хотите. Так как он звучит. То есть обязательно нужно время, потому что иначе получится, как в анекдоте. Вот случилось всё, что я хотел. Я хотела дать квартиру, машину и аудиосистему, и вот, собственно, я всё получила, только мне 87 лет. Возможно, в этом возрасте вам уже не так будет это интересно, а будет интересно что-то совсем другое. Поэтому очень важно, чтобы были конкретные критерии по времени, да, и когда и с кем. На самом деле, многие люди хотят квартиру, и, допустим, это да, но вопрос, что квартиру можно очень легко, например, за очень небольшие деньги купить в каком-нибудь маленьком городе. Но вы же не там хотите, наверное, а может быть и там, и замечательно, никаких проблем нет. Поэтому здесь очень важно прямо себе представить, где, когда и с кем вы этого хотите. Пример. Если вы хотите поехать в отпуск в следующем году, пожалуйста, прям представьте себе, куда вы хотите поехать, с кем вы хотите поехать, как вы хотите его провести, и главное, с каким настроением вернуться обратно. Потому что многие люди загадывают желание, что мы хотим поехать в отпуск, а возвращаются, ненавидя друг друга по поводу того, что вот, значит, мы так ругались весь отпуск, что лучше бы не ездили никуда. Поэтому здесь очень важно загадывать, опять же, момент, желание, как все случится уже. Тут меня спрашивают, а что, если много чего хочется? Если много чего хочется, то на самом деле это, ну, я могу вас только поздравить, потому что в последнее время огромное количество людей жалуются на то, что у них нет сил, и они вообще не хотят ничего. Поэтому ура, ура, вы хотите многого, замечательно. Самая простая формулировка, которая позволяет вам получать удовольствие, это, например, такая. Хочу, чтобы все мои желания сбывали. Осторожно только с этим, потому что может случиться так, что у вас окажутся какие-то желания, которых вы вообще не знаете. Вот, поэтому я предлагаю с каждым желанием работать по отдельности, по крайней мере для начала. Вот, тут прекрасный пример, Елена пишет, хочу 19 февраля идти по пляжу Санью в бикини с любимым мужем и подругой, чтобы все на меня с восхищением оборачивались. Вы не сказали, Елена, какого года. Могу предложить вам, ну, так, в качестве, конечно, провокации, например, что вдруг это будет, там, в 2029 год вас устраивает? Такой вариант. Ну, нет, конечно. Поэтому здесь вот такой прекрасный момент, что вам важно уточнить прямо конкретно. и в какое время, да, в 19 февраля вы сказали. Хорошо. Теперь следующий момент очень простой. После того, как вы точно сформулировали, мозг понимает, что это важно, теперь следующий момент будет звучать так, от доступа к каким ресурсам это зависит. То есть, что вам нужно для того, чтобы это получить? Возможно, вам нужны для этого деньги. Ну, и когда мозг получает, что это важная информация, что это важная вещь, да, то есть, он начинает считать, что это приоритетно и начинает деньги под это дело, значит, каким-то образом откладывать, помогать вам, то есть, не тратить на всякую ерунду, например. Или бывает так, что вам нужно для этого время. И замечательно тоже. Здесь есть волшебная составляющая, вселенская. Я не могу ее вот так вот прокомментировать, потому что действительно это, ну, то, что называется, случай, счастливое совпадение. и действительно так бывает, что невозможно каким-то серьезным языком объяснить, как так получилось. Но я знаю очень много историй, когда человек загадал желание, например, у меня есть одна участница моего тренинга, которая сказала, что она очень хочет прям конкретный дом, описала, как, все. На тот момент это было совершенно невозможно. А потом получилась очень интересная история, когда она мне потом написала письмо с огромным количеством восклицательных знаков, что так вышло, что ей позвонила подруга, которая сказала, что она вот уезжает жить в другую страну и продает квартиру, не дом, квартира это была, но она вот была ровно в таком месте, как как раз эта женщина хотела дом, за городом, с видом на лес. И она сказала, что она не может ее отдать в чужие руки, прям у нее не поворачивается у нее рука, поэтому она ее за какую-то совсем небольшую стоимость готова близким людям значит отдать с обещанием, что если она будет приезжать в Москву, ее будут пускать на пару дней пожить. Вот и все. И квартира собственно стала собственностью этой прекрасной женщины, которая загадывала такое желание, она мне писала, так не бывает, так не бывает, так не бывает, я не знаю почему, но это есть, но так не бывает, ну что же мне делать? И я сказала, господи, что делать, наслаждаться. Поэтому здесь вопрос, в мантрах нет, не обязательно в мантрах, просто когда у нас уже сформулирована четко цель, теперь надо понять, какие ресурсы нужны, чтобы ее получить, и собственно говоря, эти ресурсы хотя бы просто обозначить, инвентаризация должна случиться, и может оказаться, что все уже для этого есть. Тут пишут, что вот я загадываю, загадываю, а не срабатывает, да, поэтому следующий пункт будет такой, какие есть препятствия, какие есть препятствия для достижения этой цели, для исполнения этого желания. И я тоже знаю такие примеры, когда, например, женщина говорила, что мы хотим с мужем уехать в другую страну жить навсегда. Но почему-то у нас все никак не получается. А потом выяснилось, что муж не хочет уезжать жить в другую страну, просто он никак жене не мог об этом сказать. Но у него были тут свои причины, ему нравилась его работа, ему предлагали перейти на дистанционный, но он не хотел, ему нравилось ходить в офис. И это было препятствие для того, чтобы уезжать. И когда они это поняли оба, ну, значит, в этот момент они решили вопрос, что же им надо сделать, чтобы все-таки обоим было хорошо. Потому что тогда женщина встала перед выбором или уезжать одной, или учитывать интересы мужа. И тогда они уехали на год позже, и не на ПМЖ, а муж просто устроил себя на работе таким образом, все, чтобы действительно его отправили в филиал в другой стране. И он уехал туда, и потом вернулся. Вот. Хочу, тут я пишу, что Виталий, хочу с января 2018 года перейти на новый уровень заработка в размере от 500 тысяч рублей в месяц, или надо конкретную сумму указать, куда же еще конкретнее. Смотрите, какая штука. Вот это хорошо, но, Виталий, а как вы поймете, что вы перешли на новый уровень? Понимаете, в чем засада? Нас с детства учат мыслить какими-то абстрактными категориями. Мы смотрим новости, положение дел в мире. Огромное количество людей, видимо, захотело быть в 90-х годах миллионерами, поэтому, вы помните, да, у нас были миллионы, мы все были миллионерами, были купюры с миллионами. Вот такое тоже может быть. Здесь самое главное, чтобы ваш мозг это понял, я сейчас не про чудеса, заметьте, говорю. Я сейчас говорю про абсолютно нейрофизиологические основы исполнения желаний. Я только об этом. Чтобы это произошло, значит, вы должны очень четко понимать, что это значит, что вы перешли на этот новый уровень. Потому что бывает так, что через вас будут проходить эти суммы, вы там будете работать кассиром, или оборот вашей фирмы увеличится. Поэтому здесь очень важно, что вы прям четко себе представили кино про вас. Вот что такого изменилось в этом человеке? Да, вот какой этот Виталий образца, что у нас сейчас модно говорить, 2.0? Какой он? Тот, который получает 500 тысяч, чем он отличается от нынешнего? Потому что бывают еще такие ситуации, что человеку вроде как по договору должны, но не платят их. Меня спрашивают, визуализация? Да, это может быть и визуализация, это может быть и рассказ о себе. Один день из жизни Виталия 2.0, допустим, который получает 500 тысяч. Как он вообще живет? И чего он хочет? И здесь есть следующий момент, если вы определили, что вам мешает, то, соответственно, как это говорили, кто нам мешает, тот нам поможет. Помните цитаты? И здесь очень важно понять, если вы понимаете, что вам мешает, опять же, следующий вопрос, возвращаемся на предыдущий пункт, какие ресурсы для этого нужны? И есть еще один нюанс, вот смотрите, про ваши 500 тысяч, Виталий, я могу вам сказать вот что. Если вы до этого получали 10 тысяч, я просто про вас ничего не знаю, и сразу возьмете 500, то, скорее всего, ваше сознание блокирует такую информацию, потому что это какая-то для нее будет сказка. А сознанию очень важно не сходить с ума, и важно, чтобы была какая-то поэтапность. Поэтому мы стараемся, как мы с сознанием, стараемся выстраивать все так, чтобы сознание все время чувствует, все в порядке, никто с ума не сошел, все естественно, все нормально. Поэтому здесь важно, чтобы какая-то была относительно внутренней реальности нормальная ситуация. То есть, если сейчас вы получаете 300 тысяч, хотите получать 500, это, наверное, нормально. Если вы сейчас получаете 50, хотите получать 500, это тоже нормально, просто срок должен быть чуть подольше. Это чтобы вам внутри было комфортно, потому что очень часто желания не сбываются, потому что внутри стоит какой-то блок на тему того, что, не, ну нельзя же, мне нельзя же так, что это я прям вот так вот возьму да выйду замуж, прям, не, 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 куда уж мне, я тут такая, это мне недавно одна женщина написала, написала мне 60 лет, мне все говорят, что я уже сбрендила, потому что я хочу замуж. А можно я буду все-таки хотеть замуж? Она мне написала, я сказала, господи, ну конечно можно, потому что это же ваша жизнь, и в 60 лет вы прекрасная, страстная, интересная женщина, так почему же нет? Тем более, что я знаю массу прекрасных примеров. Собственно, что вы можете сделать еще для себя, для того, чтобы действительно ваше желание сбываться. Там есть один такой пункт, который называется «Как это зависит от тебя?» Вот если вы хотите выиграть грин-карту в Америку в 12 лет, и это уже не получается, возможно, есть какие-то другие способы. Вот смотрите, опять же, Елена, или кто это пишет? Нано, да? Нано пишет. Нано пишет, что хочет выиграть грин-карту, но на самом деле, Нано, вы же не грин-карту хотите выиграть, вы же хотите, видимо, в Америке жить и работать? Я подозреваю, что этого вы хотите. И как мне очень нравится, как говорил в свое время один мой учитель, он говорил, не надо Вселенной ограничивать способы достижения вашей цели. Делегируйте тогда. Тогда мечтайте о том, как вы живете и работаете в Америке. И возможно, там будет масса способов. Может быть, вы выйдете замуж в Америку, может быть, вы поедете туда работать в командировку, может быть, вы поедете на конференцию и окажется, что у вас там прекрасная совместная идея или у вас совместное предприятие. Понимаете, да? Потому что, когда вы хотите выиграть грин-карту, это очень такая, ну, не очень понятная штука, во-первых. И вот как это зависит от тебя, вот все, что касается лотерей, есть, конечно, анекдот на эту тему, когда один человек очень хотел выиграть в лотерею, очень хотел, но никак не выигрывал и каждый раз молился Богу и говорит, Господи, дай же мне выиграть в лотерею, да что же это такое, почему же, дай мне шанс, дай, ну что же это такое. В какой-то момент небеса разверзлась и глаз Божий оттуда сказал, послушай, дай и ты мне шанс, ну купи хотя бы один лотерейный билет. То есть очень важно, чтобы что-то зависело от нас. Если я совсем ничего не делаю для того, чтобы увеличить свой доход или выйти замуж, то, наверное, вселенная сможет меня достать из-под дивана, там, где я лежу и читаю книжку, но это очень сложный путь. Проще все-таки самому тоже об этом как-то заявлять людям. Тут мне пишет Елена Татьяна, объясните, если я почти уверена, что не сбудется, но мне это надо, в мыслях я надеюсь, я вслух говорю, что не получится, то получается, что если я желаю и очень хочу и весь мой мозг работает на стяжении цели, но никогда не сбывается. Так вот, смотрите, почти уверена, что не сбудется. Так. Я думаю, что Елена, здесь вот какая штука. Это такая очень хитрая игра, в которую Елена играет сама с собой, которая называется... Ну нет, мне, конечно, нельзя, чтобы мои желания сбывались, это же вообще так же нельзя, поэтому я... Будем делать вид, чтобы мне было можно, мы будем всем говорить, что мы этого не хотим. Мама моя тоже из этой породы, она все время меня с детства учила, главное говорить, мы не хотим, мы не хотим. Вот. Поэтому это просто способ сделать так, чтобы вы сами себе поставили печать, такой можно, разрешаю. Я иногда некоторым людям, которые ко мне с консультацией на эту тему обращаются, говорю, что ребята, ну у вас все хорошо, вы можете просто сказать, я разрешаю этому желанию сбыться, я разрешаю себе стать счастливым, здоровым, стройным, умным, ну кем вы хотите, востребованным человеком, или там, я разрешаю себе поступить в такой-то вуз, или я разрешаю себе получать такую-то заплату. Поэтому здесь прямо это очень важно, когда вы будете писать Деду Морозу письмо, это, кстати, очень хороший ритуал, вообще написать письмо Деду Морозу, или такой есть сайт «Хочу чудо», туда можно писать письмо Деду Морозу, или просто на бумажке, там действительно, почему ритуалы вот эти работают, они заставляют мозг концентрироваться на вашем желании. Вот там пишите «разрешаю», «разрешаю» этому случиться. Вот, поэтому вот это прям иногда очень тяжело самому себе сказать. Я знаю много прекрасных женщин, которые говорят, ну, ты разрешаешь себе уже быть счастливой в личной жизни? А так, ну, ну, может, да, но это же нет, на самом деле. Вот важно, чтобы вы были уверены, что да. Если вы себе что-то не разрешаете, мозг мгновенно это блокирует, потому что для мозга ваше благосостояние, ваше состояние здоровья гораздо важнее, чем достижение какого-то материального результата. Вот в чем проблема. Поэтому здесь важно, чтобы вы себе сказали, я же себе разрешаю. Если вы себе этого не разрешаете, есть такое понятие, но это экология, возможно, это не экологичное для вас желание, вы это знаете, значит, надо немножко изменить формулировку. Может быть, или будет там другая сумма, или другая дата, или другие люди. Или, возможно, вы негативно сформулировали желание, надо сформулировать позитивно. Поскорее выплатить кредит. Может ли это быть целью, спрашивает Ирина. Нет, Ирина, не может быть, потому что что такое поскорее, непонятно. Если вы хотите полностью погасить кредит, допустим, к маю 2018 года, то еще очень важно добавить и отпраздновать это, и представить себе, как вы празднуете, как вы собираете друзей, там, не знаю, поливаете шампанским эту машину, которая теперь не кредитная, или что-то еще, чтобы мозг понял, что нас ждет праздник. Ура! Нас ждет что-то вкусное, у нас будет очередная доза дофамина. Давай на эту цель поработаем. Потому что обычно про выплату кредита люди думают как про что-то негативное, избавиться от кредита, и мозг начинает думать, у тебя фу, какая гадость, не, не, не хочу, не хочу об этом думать, не пойдем, не пойдем туда. И всячески все возможности будет от вас прятать и закрывать. Есть еще одна важная информация. Мозг мыслит картинками, Анна Семеновна спрашивает. Да, мозг мыслит картинками, ощущениями, запахами, вкусами. Вот. Поэтому очень важно, собственно, что все это у вас в формулировке было. Это, кстати говоря, не только для собственного мозга. Если вы подчиненным задачу ставите, и хотите сейчас им нарисовать прекрасный 18-й год, и замотивировать их на увеличение продаж, ваша задача сказать, как вы круто отпразднуете, когда вы выполните план или перевыполните его. Это, опять же, будет стимулировать гораздо больше эмоциональную выработку гормонов, реакцию, соответственно, выработку гормонов, которые запустят эту всю историю, несмотря на усталость, зиму и все, что угодно. Так. Хочу найти свое предназначение. Ух ты, и сливаться воедино с работой, получать радость и счастье от того, что я делаю, а семья моя меня бы поддерживала. Ну, найти свое... Это прекрасно. Единственное, что, опять же, это очень неконкретно. Это хорошая надпись в качестве миссии там на флаге. Единственное, что, как человек, который маниакально любит свою работу на протяжении больше 20 лет, я бы вам не советовала сливаться полностью воедино с работой, потому что, иначе, как сейчас, окажется, что я не со своего компьютера даже выхожу. И получается, что вся моя семья работает на мою работу. Так сбываются мои желания. Меня спрашивают, сбываются ли мои желания. Да, конечно, мои желания сбываются, еще как. Самое невероятное, вообще вся моя жизнь это теория невероятности. Поэтому меня, видимо, и спрашивают на эту тему. Я люблю мечтать, но мы, честно, не сбываются. Почему? Я говорила, возможно, одна из причин. Я с удовольствием пришлю вам потом статью, где подробно это все описано. А может быть, еще есть другие технологии. Вот, в принципе, курсы науки-практик, которые я веду много-много лет уже, он как раз показывает, как научить свой мозг правильно думать и, соответственно, коммуницировать с другими людьми и со Вселенной, если уж хотите. Вот. Возможно, там еще есть несколько вещей. Например, какие-нибудь старые программы, которые воспринимают опасным. Если вы вдруг разбогатеете, там сразу включается программа. А, опасность, опасность. Эту программу можно искоренить, конечно, но это просто отдельная тема, не хочу сейчас ее касаться. Почему бывает так? Уже представил себе, все свершилось, исполнил, как бы уже пережил событие в мыслях, оно не сбывается, потому что сбылось в мыслях. Ну, послушайте, если вам достаточно того, чтобы сбылось в мыслях, тогда, ну, значит, зачем? И так уже все получилось. В кино же тоже люди ходят за впечатлением, а не за реальностью. Вот именно поэтому важна формулировка. Вот тут спрашивают, можно ли, чтобы формулировкой было приобретение чего-то. Вы знаете, лучше, чтобы не приобретение, а приобретение и успешное, радостное пользование, владение этим. Потому что можно купить квартиру, а потом, допустим, может оказаться, что она отягощена чем-то и вы не въедете в нее, или окажется, что там совлочные соседи. Лучше так вот, купить и жить там долго, счастливо, каждый день радуясь, какую классную квартиру мы купили. Например. Так, что еще тут нам пишется? С января 2018 года увеличил доход в два раза, при этом стал работать в два раза меньше по времени, полностью применяя свои накопленные знамения и навыки. Сумма у его дохода состоит в 6 миллионов рублей. Желание правильно составлено. Да, я бы добавила еще такие фразы, это, кстати, ко всем относится, к любому желанию, сразу вам от меня такая фишка, лайфхак, как сейчас модно говорить. К любому желанию добавляйте, чтобы это случилось легко, радостно и благополучно повлияло на мою семью, на моих детей, на моих близких, не людей. Потому что некоторые люди начинают, допустим, работать в два раза меньше, но начинают пить в два раза больше. Понимаете, есть везде свои особенности, поэтому очень важно добавлять, как вы себя хотите при этом чувствовать, легко и радостно, с пользой для меня и моих близких. Хорошо? Так, нормально. Так, Татьяна, у меня есть формулированная цель, я ее регулярно визуализирую, откровенно принимаю действие на ее достижение, вот уже пару месяцев не сбывается. Хорошо, так посмотрите, что мешает. Я же говорю, там есть такой пункт, а что мешает? Если вы выявите препятствия, то, возможно, появятся новые ресурсы для того, чтобы эта цель сбылась. Так, Антон, а есть ли цель увеличить доход, чтобы потом позволить себе машину, квартиру, путешествия ставить цель и доход, или машину, вы знаете, Антон, я не знаю, потому что это же ваша жизнь и ваша цель. Я не знаю, вы хотите, квартиру, машину и путешествия. Некоторые люди делают из этого способ бизнеса. Я очень хорошо помню, как в 90-е годы к нам пришел на тренинг по НЛП молодой человек и сказал, что у него нет денег, чтобы ездить по миру, а он очень об этом мечтает. И тогда вся группа одновременно просто закричала в один голос, господи, так что ты делаешь? Сейчас столько программ для студентов, ты можешь ездить по миру еще и зарабатывать бесплатно там вообще отдыхать или где-то еще быть. И он действительно в этот момент совершенно по-другому посмотрел на свою ситуацию, посмотрел на нее так, что через год он нам присылал, еще не было тогда так распространено электронную почту в 90-м году. Это было не 90-е, вруя, конечно, 96-е. И он нам присылал уже бумажные открытки из разных стран, потому что он поехал собирать апельсины в Марокко, потом поехал тунца добывать где-то в Корее, потом еще куда-то, в общем, закончил с тем, что он уехал в США, был там вожатым в международном лагере и был абсолютно счастлив, говорил, что ему еще и платят за то, о чем он мечтал всю жизнь. Чем он информация отличается от визуализации? Наталья, не знаю, это не имелперские термины, это очень для меня сложная вся вот эта эзотерическая история. Я вам рассказываю, как работает мозг. Мозг, собственно говоря, когда вы правильно сформулировали ваше желание или цель, мозг в этот момент начинает искать эти возможности и находит их вокруг, потому что на самом деле мы с вами вообще не воспринимаем всю информацию, которая есть вокруг. задача мозга эту информацию сужать, сделать так, чтобы только важное попадало, потому что иначе мы погибнем от огромного количества, сверх количества информации. Поэтому здесь очень важно, чтобы... я могу вам привести пример просто как это работает. Я очень люблю эту шутку. Если вы сейчас посмотрите вокруг себя и попробуйте запомнить весь зеленый цвет, который вас окружает, допустим, потом закройте глаза на несколько секунд и попробуйте вспомнить весь красный цвет, который у вас есть. Обычно в этот момент большая аудитория смеется, можно открыть глаза и посмотреть, есть ли красный. Потому что когда мы обычно учим, где будет зеленый, то мы фокусируемся на зеленом и красного не замечаем. А потом открываем глаза и окажется, что его полно. Так и с желаниями и с ресурсами для их реализации я, как правило, не замечаю этого всего. Виктор возмущается, где приемы НЛП, в смысле, где озвучены или где они сейчас. Формулировка цели это и есть приемы НЛП. Не знаю, может быть, вы ждали чего-то другого, но вообще специально для Виктора, прямо сейчас, Виктор, закройте глаза, задумайте свое самое заветное желание и разрешите себе, чтобы оно исполнилось, а сейчас три раза прикрутите перед собой. Так больше похоже на прием НЛП. Ну, я шучу, конечно, потому что на самом деле не все так просто. Где можно почитать? Да почитать можно, в принципе, в книгах по НЛП, ну или на тренингах. Как искоренять старые программы. Да, это, собственно, то, чем мы занимаемся и как раз это самое интересное. Есть ли НЛП? Так, Татьяна, как узнать, что мешает достижению цели? Это не так просто иногда, но, в принципе, иногда достаточно задать себе этот вопрос. Почему я так делаю? Иногда просто человек никогда в жизни не задается этот вопрос. Всю жизнь мечтает о домике у моря, а все время находит себе работу на севере. И даже, может быть, и живет в домике у моря, только у Баренцева. Ну, собственно говоря, поэтому здесь очень важно просто себя об этом спросить как минимум. Но есть еще, опять же, способы. Иногда изнутри системы системы не видно, поэтому люди ходят к психологам или там тем же Мелкором, чтобы снаружи увидеть, что мешает. Иногда бывает там, что сидят программы, например, ограничения от родителей, которые, понимаете, да, что в те времена, например, у меня дедушка и бабушка очень опасно было быть богатыми людьми. И это передается как такой вирус с поколения в поколение. Мне очень нравится на эту тему такая притча, как жена подает мужу рыбу зажаренную все время без хвоста и без головы. Муж говорит, слушай, я не понимаю, почему так сильно хвост все время обрыбаешь? Он же вкусный, что ты вот из него... Никогда его не жаришь, а все время его в суп. Она говорит, я даже не задумывалась об этом никогда, мне мама так готовила. Говорит, ну хорошо. Давай у мамы спросим. Ну давай. Они приехали к маме в гости. Мама тоже подает такую рыбу, тушку только жареную. Он говорит, а хвост где? Говорит, хвост я никогда не жарю, я всегда из него варю суп. Говорит, а почему? Я так люблю жареный хвост, почему никогда? Говорит, я даже не знаю, у меня мама так готовила. Ну бабушка еще была жива, они приехали к бабушке. И спрашивают, бабушка, а вот ты почему так готовишь рыбу? Да, говорит, да все просто, мы жили в маленькой коммуналке, у нас были очень маленькие плиты и очень маленькие сковородочки, рыба никогда не влезала целиком на сковородочку, поэтому я всегда варила супчик из головы и хвоста, а тушку жарила. И вот так вот эти программы теряются, где-то там на уровне бессознательного остается, просто что богатым быть страшно. Но это можно изменить, это можно сделать и самостоятельно, и, собственно говоря, в НОП. Виктор требует от меня прямо приемов еще и НОП после постановки цели. Виктор, приходите ко мне на курс. Я не знаю, в Ланойсе было, что будут приемы ровно про загадывание желаний. Они есть. Я понимаю, что нам всегда хочется большего. Приходите на курс, я вас научу вообще всему, что знаю. Пожалуйста. Сергей пишет, Татьяна, вы не даете конкретный ответ. Я активно движусь в достижении цели, но пока не достиг. Как мне узнать, что мешает? Это не желание, а именно цель. Ну, Виктор, а что вам, вернее, Сергей, а что вам мешает? Что вам мешает? Скажите. Ну, то есть, я же не знаю вас совсем. Как я могу вам дать конкретный ответ? Попробуйте прямо вот себе сами ответить на вопрос. Что вам мешает? У вас нет времени, у вас нет денег, вам мешают другие люди и так далее. То есть, вы прямо выпишите себе, а потом, собственно, если у вас нет денег, значит, следующий вопрос. Как найти деньги такие-то? Если вам мешают другие люди, то, соответственно, опять же, как найти правильных людей или как установить контакт с этими людьми? Чем желание отличается от цели? Желание от цели отличается очень просто. Цель – это то, что ты можешь достичь сам и просто вот от начала до конца сам можешь достичь и все сам сделать. Ну, например, если у меня есть цель получить права, допустим, я могу сама пройти автошколу, мне просто надо ее, соответственно, найти, понять, когда я хочу, сдать на права и так далее. А желание – это, скорее всего, то, что себя включает какую-то долю случая. Ну, например, я хочу встретить волшебного мужчину, я хочу выиграть в лотерею, то есть что-то такое, на что я влиять целиком не могу, но фактически буду делегировать исполнение небесной канцелярии или Деду Морозу или какой-то большей системе, в которую верю. Я, кстати, обожаю исполнение желаний как тему, потому что в исполнении желаний люди иногда гораздо более искренние, потому что, когда они думают про цели, они сразу начинают думать, сколько понадобится ресурсов, сколько пахать, а желание – это вроде как халява, но вроде как само случилось. Другое дело, что в нашей культуре люди не готовы иногда к халяве, в кавычках, потому что бывает так, что оно само случилось, человек говорит, а что я буду за это должным? Он говорит, ничего, все само. Говорит, не-не, это что-то не может такого быть, это какая-то ерунда. поэтому вот такая штука тут. Но я считаю, что и то, и другое, ну, по-моему, опять же, что работает одинаково. Единственное, что, чтобы верить в исполнение желаний, чтобы в это играть, надо помочь, это игра, и, соответственно, играть легко и весело. А работать, конечно, надо серьезно. Петя спрашивает меня, Татьяна, у вас действительно есть психологическое... Петя, у меня действительно есть психологическое образование, я закончила Московский государственный университет, факультет психологии, это было очень давно, у меня написано пять книг, я вообще очень серьезная тетя, несмотря на абсолютно дурацкий внешний вид, и вот все вот эти вещи, которые я говорю, верьте в ней, Петя. Так, методика Сергея Ковалева и Александра Свияша работает, я не знаю, не могу вам сказать, я не специалист в оценке чужих методик, я знаю, что Сергей Ковалев, опять же, он мастер и тренер на УПИ, поэтому в каком смысле мы с ним коллеги, про методику Александра Свияша не могу сказать ничего конкретного, потому что не исследовала ее так подробно. Я подозреваю, что работают абсолютно все методики, потому что, смотрите, работают не методики, работаете вы. Сейчас объясню. работаете вы, потому что, если вы посвящаете свое время и свою энергию какой-то методике, то ваш мозг понимает, что это важно. Господи, это просто каждое утро в душе, когда стоите, мечтаете, это будет работать. Вот в этом дело, то есть, ваш мозг должен понимать, что это важно. Если вы это делаете любым способом, по любой методике, хоть по методике секрета, хоть по методике, очень серьезного какого-нибудь ученого на здоровье. Главное, чтобы только вы об этом думали, потому что очень часто люди думают о чем угодно, кроме своих желаний. Как понять, что действительно нужно? Так, как отличить желаемое от нужного? Желаемое от нужного? Желаемое от нужного отличить очень просто. Мне очень понравилось, я сегодня слушала на ютубе интервью Полунина, он там рассказывал про счастье. Это человек, которого я обожаю, очень уважаю и считаю его прям одним из наших современных гениев. Вот он там очень хорошо сказал, что если там внутри дзынькает что-то, то вот ровно этим и надо заниматься. Надо обращать внимание на свое состояние. На то возбуждает, на то вас восхищает. Все очень просто. Есть такая психологическая методика, тоже наупишная, когда мы относимся к калибровке в свое состояние, к калибруем и смотрим. Смотрим вот что. Это нас насыщает или это нас истощает? Если я про что-то думаю и у меня аж начинает так все сворачиваться, то скорее всего мое тело будет сопротивляться достижению этой цели. Я ее достигну очень тяжело. А если я начинаю об этом думать и у меня прямо аж крылья вырастают за спиной, то скорее всего мое тело будет моим сообщником и у меня скорее получится все гораздо легче. Поэтому вот так это можно определить. вслух или про себя вообще не важно. Если у вас нет ограничения, Марина, что если вы сказали вслух, то все, то конечно не важно. Хотя мне кажется, что когда вы высказываете желание вслух, есть же возможность у людей, которые рядом с вами находятся, собственно говоря, то все получится. Потому что я знаю очень много приемов, когда люди действительно говорят о своем желании и люди находящиеся рядом говорят, у меня же это есть. Так, желание одна из форм переживания потребностей. Да, наверное, как найти препятствия. Так, значит, давайте с вами посмотрим, Сергей, все просто. Ваше желание сформулировано позитивно. То есть, это точно то, чего вы хотите. Второй пункт. Это действительно эмоционально для вас, оно заряжено. Третье. Вы точно знаете, как это будет выглядеть. У вас есть кино про то, что с вами должно произойти. Четвертое. Вы знаете, где, когда, с кем вы этого хотите. Пятое. Соответственно, вы понимаете, какие ресурсы вам нужны. Шестое. Вы понимаете, какие препятствия могут возникнуть и какие нужны ресурсы для достижения этого препятствия. Седьмое. Это желание экологично скажется, да, но ничему не помешает в вашей жизни. И дальше, следующий пункт. Вы можете придумать, какой будет первый шаг. Вам надо что-то сделать для этого. Я не знаю, что вы делаете, но возможно, ну вот, как-то так. Так. Вид у вас очень даже хороший, наш родной. Не понимаю, кому обращено. Если ко мне. Так. Татьяна, посмотрите, пожалуйста, так лучше формулировка желаний. Хочу в 2018 году увеличить доход до 6 миллионов рублей. Тратить в два раза меньше времени на обеспечение дохода, чтобы уделять больше времени своим родным и близким, чтобы открыть все радость и счастье мне и моим близким. Да, так лучше. Так сформулировано, то это, опять же, не какое-то магическое, волшебное желание. Вы можете это делать тогда сами. И смотрите, что здесь происходит тогда. Тогда вы можете все время с этой великой целью сверяться. Вот на вам приглашают, например, вас на очень хорошо оплачиваемую работу, но нужно 3 месяца провести там в другом городе. А вы проверяете, это соответствует моей идее тратить в два раза меньше времени на обеспечение дохода, уделять больше времени своим родным и близким. Да, нет. И дальше могут быть разные варианты. Например, может быть вариант отказаться от этой работы или взять своих близких с собой и поехать вместе с ними. Как у меня, например, есть одна семья знакомая, которая уехала в Сочи строить собственную Олимпиаду и осталась там жить. Потому что им очень понравилось и, собственно, они именно все вместе не готовы были расставаться. Так. Петя пишет, смущает. Не так вид оценку дали вы сами. Боже, Петя. Знаете, нет. Идите, читайте умные учебники. Где-то еще это не ко мне. Я готова вас смущать и дальше, потому что я всю жизнь свою выступаю за психологию с человеческим лицом. И мне очень важно, чтобы были очень простые слова, потому что именно это, на мой взгляд, хорошо доходит. Если вам нужны серьезные психологи, их много, их есть у нас, Петя. Идите, ищите их там. Еще. Желайте делать две большие разницы. Именно, сказал Виктор. Я и говорю, что невозможно жить только в одной плоскости. Все равно, если вы ничего не делаете, так даже ни одной возможности нет. Даже у Вселенной вам как-то это желание доставить на дом. Поэтому очень важно, чтобы вы двигались параллельно друг к другу и навстречу друг другу. Должны ли быть близкие в курсе вас их цели? Если ваши цели касаются близких и вам нужна их поддержка, то, конечно, да. Если это какие-то цели, которые касаются вас лично, я не знаю, это уже там нет никаких по этим поводу правил. Так. Так, так, так. А если тот, с кем я хочу, не хочет? Да. Вот это вот такая штука здесь бывает, что очень важно, чтобы желание ваше все равно там, как это зависит от вас. Если я хочу, чтобы меня любил этот конкретный человек, а он этого не хочет, возможно, такое желание не сбудется. Хотя на уровне цели я знаю людей, которые такую цель ставят и делают очень много чего для того, чтобы эту любовь вызвать. Ее даже иногда можно вызвать, это получается. Но важно здесь, и это я всегда говорю женщинам и мужчинам в таких случаях, очень точно понимать для себя, как вы поймете, что ваше желание сбылось. как вы хотите себя чувствовать. Не важно, кто будет там тот человек, важно, как вы себя хотите чувствовать. Потому что бывает, что да, человек получил, а счастья нет. Очень важно другое. Я хочу себя чувствовать, когда я счастлив в любви, как это происходит внутри. Так. Если говорить о желании окружающим, то они не исполняются. Смотрите, это опять ваши настройки. Если вам нельзя, то вы говорите, окей, не говорите окружающим, хорошо, ни за что. У меня, например, был такой опыт, вот совсем летний, давайте пусть это будет последнее, что я расскажу вам. У меня было желание, оно совершенно внезапно, спонтанно возникло. Есть озеро Байкау, там есть остров Ольхон, и я вот очень захотела там построить пространство для тренинга, там не было тренингового зала, и мне очень хотелось вот это сделать. И дальше все, я стала об этом людям говорить, и дальше все стало складываться совершенно вообще волшебным образом. Появилось там объявление о продаже участка, которых так... Мне потом местные жители говорили, что не бывает таких объявлений, что это новое было, к сожалению. Вот, соответственно, люди стали мне помогать, и у кого там, когда я купила этот участок, дом, там мне стали подарить мебель, там присылать еще какие-то вещи, кто-то приехал сам помогать мне строить. То есть это было потому, что я сказала об этом. Поэтому мне кажется, что здесь самое главное, мне уже нужно подводить итоги, я так понимаю, самое главное, это не спешить никуда, дать себе время и признаться себе в том, чего ты на самом деле хочешь. И вот, собственно, ровно в эту сторону идти, напоминая себе, что ты повесил себе на флаг фразу проводить больше времени с семьей. Или там, например, что ты хочешь действительно куда-то двигаться, становиться там профессионалом или наоборот концентрируется на семье. Спасибо вам большое за то, что вы здесь были. К сожалению, я, наверное, не всех удовлетворила. Вот у нас там Петя и Виктор не дождались какого-то мега-крутого НЛП. У меня нет задачи здесь обучать НЛП. Если мне удалось сделать так, чтобы у вас поднялось настроение, чтобы вы задумались о ваших желаниях, чтобы вы начали о них действительно думать правильно и писать их обдуманно. Если вы напишете в новогоднюю ночь письмо Дену Морозу и там раньше, и там будет что-то такое по-настоящему для вас ценное с подробностями. Если ваше желание, вы снова на них посмотрите, достанете их из коробочки через год, посмотрите, окажется, что они сбылись, я буду очень рада, значит, мы не зря провели время. Пусть ваши желания все сбудутся и пусть действительно у вас, знаете, как вот есть такой тоже стишок-пирожок, я вижу чудеса повсюду, но старый мудрый психиатр, он мне сказал молчать, об этом очень хитро подмигнул. Вокруг нас иногда бывает очень большое количество всяких критиков, которые говорят, слушай, это все фигня, это все не работает, не слушают мужицкую, но вы им подмигиваете, хитро видите, да, да, конечно, а сами просто делайте для себя, хуже не будет. Чем больше времени вы посвятили себе, тем больше эти инвестиции окупятся, я вас уверяю. Вместо того, чтобы лишний раз залезть в Фейсбук, ВКонтакт и почитать, как там делал Ксюша, Собчак, просто подумайте о том, о чем вы на самом деле мечтаете и увидите, как это качественно изменить вашу жизнь. Спасибо вам большое, всем подарков от Деда Мороза, вот мне очень понравилось, как пишет Андрей, встретимся через год со вспомнившимися желаниями, можно считать это тостом, я не пью алкоголь, но с удовольствием предлагаю вам вот. Продолжение следует...